Всем привет, дорогие друзья! С вами основная Демната Спейс, и добро пожаловать на обзор Пресвятой Коряги. Давайте посмотрим, из чего состоит это великое дерево, которое опало здесь уже как столетия назад. Ну и состоит оно из различных вот таких вот древесинных частей, коры, и ее можно спокойно отломить. Тут будет песок, потому что мы упаднём уже Тихого океана. Но давайте же взглянем на эти интересные формы, которые производит на нас вот эта коряга. Стоп, стоп, стоп! Какая еще коряга? По-моему, должен был быть обзор на меня. Да, Оптимус, я все понимаю, но посмотри, на какой коряге ты стоишь, на такой мы еще обзоры не делали. Какая разница, на какой коряге? Давай скорее снимай обзор на меня, я же ведь великий лидер автоботов. Ну ладно, раз уж ты так хочешь, давайте оставим корягу на потом и посмотрим на Прайма. Друзья, думаю, после того, как я собрал лидера десептиконов Мегатрона из деталей Бионикл, Хиро Фэкчури и Техник, многие из вас ждали и гадали, соберу ли я его, так сказать, арч-немесиса, Оптимуса Прайма, главного противника и того, кто вечно бросает ему вызов. И, конечно же, ответ мой был положителен. Я всегда хотел этих двух ребят поставить вместе, чтобы они сражались. Помимо того, что я заказал Оптимуса и Мегатрона от Studio Series Hasbro и Takara, я решил имплементировать их из LEGO так, как мог. Это довольно важный фактор, так как мог, это не значит то, что я не мог сделать лучше. Я мог, если бы у меня были другие детали и больше деталей, я сделал то, что я мог, с деталями, которые у меня сейчас есть в наличии. Потому что, если бы было больше, я бы многое переделал. К слову о количестве деталей. Я заказал себе деталик для того, чтобы немножечко видоизменить голову Оптимуса, так как она не сильно похожа на то, что мы видели в фильмах. Я ее видоизменю, и будет она выглядеть гораздо лучше, уж поверьте. То же самое я думаю, что я изменю ноги чуть-чуть, дабы они были более худоваты и имели в себе больше подвижности. Хотя этот Оптимус уже сразу имеет гораздо больше подвижных частей, чем Мегатрон. Не намного, но хотя бы ноги более подвижны, как я думаю. В отличие от Мегатрона, Оптимуса, конечно, трансформировать нельзя. Но кому нужна машина, когда перед вами замечательный робот? И да, я все-таки добавил ему вот этих вот колесиков, а также некоторые шестеренки и обычные колеса, дабы показать то, что все-таки он трансформируется в огромный трак. Оптимус неслабо вооружен. На его двух руках имеются вот такие вот клинки огненные, прямо как во втором фильме «Месть падших». И как вы можете видеть, они довольно нехитро прикреплены, но конструкция рук довольно-таки интересная. Я не дал ему когти, потому что все-таки он автобот, зачем ему когти. Но пальцы все-таки большие, чтобы он мог брать лицо за металлические пластины лицо Мегатрона, прямо как в первом даже фильме. Вот такие вот конструкции рук. В принципе, мне нравится, в общем, не знаю, как вам, мне отлично. Может, я опять же их видоизменю, но мне кажется, они довольно роботические. И опять же, один в один сделать Оптимуса очень тяжело, и уж точно не с моим количеством деталей. Раз уж мы уже затронули руки, далее идет у нас деталька фабрики героев, на которой идет щиток. И вот эти вот его дополнительные щитки, ключевые, они тут прикреплены с помощью довольно-таки хитрой конструкции техники. Да и в целом, тело сделано именно так. Но из вооружения-то не все. Неужто вы забыли про его коронную пушку? Помимо его уникальных клинков, способных производить все, что угодно, Оптимус Прайм вооружен своей мегаплазменной пушкой. Вот такой вот, вы ее могли видеть во втором фильме. Опять же, Revenge of the Fallen, и мне кажется, она довольно-таки крута. Как вы можете видеть, она у меня сейчас уже в песке, потому что он у меня упал. Вот что бывает, когда резиновые колючки Лего попадают на песок. Да, он туда немного забивается, но это такой вам, не знаю, совет. Если не забиваются, просто можете вот так вот их потерять чуть-чуть. Со временем они выходят, потому что песок, он все-таки как гранулятный. Вот можно сравнить с пластиком гранули, вот эти маленькие, они потом выходят, песчинки. И более-менее потом все выглядит получше. Ну и в целом, пушка, сами видите, как сделана, из шин, и вот таких вот двух деталей довольно редко. Ну и выглядит он так довольно статно, не готовый сражаться и бросать вызов любому противнику. Думаю, многие из вас помнят то, что Оптимус Бл Райм был немного меньше Мегатрона. Хотя, знаете, во второй части довольно-таки значительно. Ноги у него были более худые и более пропорциональные, что ли. Но, с другой стороны, опять же, мне не очень сильно хватило деталей. Я пошел трудным путем, каким точнее мог, и добавил кучу механизированной детализации, которую вы можете видеть прямо сейчас. Вот эти все щитки аккомпанируют движение ноги. И когда она даже на кликающем джойнте вот здесь вот поворачивается, они все идут за ней. Да, сбоку, может быть, вам не очень нравится, но все-таки это роботы, и у них так и должно быть. Если минимально, хотя бы он отличается от того, что было показано в фильме, ничего страшного. Все равно в общей конструкции, в общем виде, они довольно-таки хорошо гармонируют с телом. Опять же, с этой стороны, да, возможно, немного неполное, но оно все держится, и с ним реально можно играть, все что угодно делать. Это одна из главных функций этого Оптимуса Прайма. Его действительно можно не только на полку поставить и бояться на него дыхнуть, чтобы он не развалился. Можно этих двух ребят с Мегатроном поставить, и они будут... Ну а того, что смотрится круто, так еще и с ними можно поиграть. Вот опять же, вид на ноги спереди, довольно неплохо, по-моему. Ну и сзади тоже, как видите, все довольно-таки хорошо скрыто. Сзади спина тоже выглядит отлично. Раз мы так медленно перешли к туловищу, давайте поговорим о нем поподробнее. Сразу покажу, как сзади, все эти щитки, пластинки, вот колеса, на ногах тоже немножечко. И в целом, там небольшая такая основа идет, и на нее уже крепится весь этот техник. Давайте покажу сперва, как это все выглядит. Если посмотреть с разных ракурсов, шестереночки, эти детали могут двигаться, чтобы показывать, возможно, в некотором смысле трансформацию его, чтобы выглядело это все гораздо интереснее. Здесь внутри даже использованы руки человечка, чтобы добавить немножко цветовой гаммы. И они, так знаете, немножко выделяются. Сама же голова. Ну, вот так вот выглядит. Опять же, поворачивается, двигается как угодно. Изменю конструкцию во второй версии. Думаю, вторая версия будет. Посмотрим, все детали придут, смотря, когда они придут. И голову изменю. Хотя, в целом, и сейчас выглядит довольно неплохо, но все же надо чуть-чуть поменять некоторые углы обзора, чтобы выглядели круче. Если немножко отодвинуть вот эти вот детальки, то вы можете видеть, как там все закреплено. Все на подвижных деталях. Даже вот нога тут имеется от ТОА старых. И все эти детали выглядят более объемными. Что ж, друзья, вот такой вот Optimus Prime у меня получился. Надеюсь, вам понравился данный видеообзор. Если хотите собрать своего Optimus Prime, великого лидера автоботов из Трансформеров, то советую сделать это, ведь персонаж довольно крутой. А бои в Трансформерах всегда были круты. Ну, до четвертой части, да. Так что всем рекомендую. Хотелось бы увидеть, каких вы можете собрать Optimus Prime. Ну, а в целом, вот моя версия. Раньше я как-то пытался его собрать, но у меня не выходило. Сейчас хотя бы у меня получилось сделать достойную версию, которая мне нравится. Да, некоторые, может быть, есть недостатки, inaccuracies. Ну, в некоторых смысле, может, он не похож. Но постараюсь исправить это во второй версии. Всем спасибо за внимание. Всем желаю удачи. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok